Понимаете, друзья, в чем самая главная несправедливость трагедий нашего украинского народа, украинской нации и израильской нации? Это, на самом порядке, то, что из-за мразей, подлых, никчемных людишек гибнут достойные, теряют кровь и жизнь свои, достойнейшие люди, патриоты. И если это происходит не впервые, а это уже тенденция, это перманентный, постоянный процесс и в нашей истории, и в израильской, и в английской, и в германской, и тому подобное, в польской, тем более. Значит, никто не прервал, а чтобы прервать этот процесс, его нужно как-то вылечить хотя бы, другими словами, его нужно обозначить, эту гадость. Никому не нашлось, да, человек, который аналитически подошел бы, чтобы все другие нормальные люди, миллионы людей, въехали в это, поняли это? Вот смотрите, если человек явный дегенерат для общества, бухарь, дебошир, вор-клептоман, там, убийца, куча девиаций существует, перечислять пару дней можно. И для себя иногда это для него тоже явно, когда им немного перестает овладевать эта дегенерация, от которой он зависит, но ничего поделать не может, потому что без этой дегенерации он себя чувствует ущербно для самого себя, то есть ему больно от депрессии, от одиночества. Ему явно не хватает дегенерации, он уже узалежен, зависим от этой гадости. То есть он понимает, что он дегенерат. А это значит, что нормальное общество, сообщество нормальных простых людей, его не воспринимает как своего, как нечто, часть общества. Ну, то есть нормально, это отвергает его, потому что если не отвергать, этот дегенерат будет срать и приносить вред, ущерб этому обществу. И иногда это существо это понимает. Так вот, если кто-то из нормального общества, сообщества предложит этому дегенерату какую-то дружбу или проявит этой дебильной личности какой-то интерес, то есть проявит какие-то, ну, не то что дружеские, ну, ну, понятно, короче, приязнь проявит, то, войдя в доверие, войдя в Selbstlebensraum, как бы на территорию, в семью или еще как-то там, к чему-то, от чего зависит какой-то нормальный человек, то, естественно, этот дегенерат проявит везде свою дегенерацию. Он то ли кинет человека, то ли убьет, то ли ограбит, то ли насрет ему какую-то, ну, потому что он по-другому не может. А вот теперь простая политическая часть. Что делала Вата в Украине? Она кричала, Путин приди, Россия приди, СССР, Савок приди. Савок пришел и оставил после себя путиновский терроризм, Россия, русский мир, Мариуполь, Бучу, ну, понятное дело. То есть, ну, украинские националисты обижались на этих слабоумных кретинов, значит, но это бесполезно обижаться. Они были частью общества. А когда эта зараза привнесла войну в Украину в лице путиновского террориста, то эта ватная слабоумная зараза свалила, куда бы вы думали, в НАТО. И тут продолжает свою, как бы ее эту вату нахрен отватить, деятельность. То есть, смотрите, по крайней мере, весь мир и сама вата, она видит, но она не воспринимает. То есть, как слабоумный кретин, дегенерат, он делает свои больные для общества действия и иногда воспринимает, когда ему плохо. То ли полиция его ебанет, то ли еще что-то, где-то там упадет или еще что-то. Тогда оно понимает. Подлечившись, оно снова продолжает свою дегенерацию. Но что делает Грета Тюмбер, она зовет, клычи, терроризм в сердце Европы. То есть, смотрите, если слабоумная, это кретинка, значит, зовет терроризм в Европу, в сердце Европы, в сердце нашей сестры Нэньки Швеции и других стран, которые придурочные доверились, то, значит, он придет рано или поздно, этот терроризм, туда, в каком виде, мы уже знаем. Значит, нужно огораживать этих шизофренических, слабоумных, ватных кретинок, будь где, в Европе, в Украине, потому что они, это дегенераты. Через что у них эта дегенерация? Это уже дело третье. Но если явный мир, сообщество нормален, а он нормален может быть только тогда, когда в нем работают христианские принципы и принципы любви, шанувания своих наций, в которых, на землях которых они живут. Тогда они понимают, что любая дегенеративная идеология через бабки, через шизочку, через новые вения ЛГБТшные или ультра-националистические, псевдо- ультра-националистические, или псевдо-националистические, короче, типа ультра-радикалы, калы, калы, на бабках Путина и еще чего-то. То есть, если они высвечены, то надо с ними бороться. И с тюнерами, тюмберами этими, и с ватниками. Будь день они не находились, потому что они везде принесут горе. Кровь, разрушение, беспорядок, нищету и разруху. Ну, оно вам надо? Что вам надо? Разруха? Или как раньше, как можно избавиться от... Ну, в смысле, не избавиться от газовой камеры. Просто, ну, сделать так, или законом, или еще чем-то, чтобы эти дегенераты не влияли на нормальное сообщество. И, кстати, украинцы мне только сейчас дошло, почему не тянет так к зеленым, ну, в политике немецкой. Не только, что красавицы баллотируются, не только там и другие нормальные партии, такие умные люди, поговорить есть о чем. Чуть-чуть поговорить, конечно. А потому что я ж и сам зеленый фронт, вот же ж, вот. Харьков, зеленый фронт. И помнится лет 5-6 где-то назад, вот в Залютинском лесу, холодная гора, маленькая рощица из берез. И какой-то хрена хмырь повадился промышленно добывать там и продавать, в интернете там объявления дают, березовый сок. Я начал цему перешкоджати. Там полицию вызывал, блядь, мешал, хрень эту срывал, блядь, вся эта... Он там с сыном, блядь, повадился на нашу общественную собственность. Кстати, тут в Германии больше большой охапки грибов нельзя из леса выносить. Вот тут нашел опята красивые, но чуть-чуть больше. То есть, понимаете, что людям наплевать на срать. Живут они в красивом мире или в гамне, дерьме. Понимаете, вот этот савдеповщник, кроме меня, не вышел помогать нашей природе. Харькова, Залютина, Холодная гора, другие районы, центральные. Не благоустраивает парки, а только на парках бабло тырят в общественности. А эта кретина-общественность так званая, ей пофигу. Потому что у нее от савка осталось только одни примитивные инстинкты-рефлексы. Это живут от бухаловки до бухаловки, от спиздить до побухать. Вот такие низменные примитивные инстинкты. К чему привели они? Привели они к вате, которая эта вата начала кричать «Приди, путятина, принеси войну, российский мир». А когда этот российский мир пришел, она эта мерзосрань свалила нахрен в Германию. И тут срет дальше. Хух, жуть. Субтитры создавал DimaTorzok